Это хедлайн на RTN в студии Артём Андросов. Добрый вечер. В Бойсе, штат Айдаха, в торговом центре Бойс Таун Сквер Молл, произошла стрельба, в результате которой были убиты два человека и еще пятеро ранены. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции. Все произошло в понедельник около двух часов дня, после чего в торговый центр прибыли правоохранители. Около часа пятидесяти офицеры получили сообщение о стрельбе в торговом центре. Говорилось, что, по крайней мере, один человек был застрелен. Вскоре, прибыв на место происшествия, офицеры отыскали человека, соответствующего описанию подозреваемого. И после этого произошла перестрелка, в результате которой один полицейский был ранен, а подозреваемый был пойман. Сообщается также, что стрелявший находится в критическом состоянии. Начальник полиции Бойс и Райан Ли отметил, пока что правоохранители не могут говорить о какой-либо мотивации у подозреваемого. Мы бываем здесь иногда, и я действительно чувствовала себя здесь в большей безопасности, чем дома. Но теперь я никогда не забуду, что произошло. Я, наверное, не буду спать целую неделю. Мы услышали пять выстрелов и сразу же упали на землю. Кассир ударилась о пол и поползла прочь. А потом мы услышали еще четыре или пять выстрелов, и она сказала, пойдемте со мной. Она спрятала нас в одном из туалетов. Не знаю, сколько мы там пробыли, но оказалось очень долго. Ранее в этом месяце еще один офицер полиции погиб при задержании преступника, устроившего стрельбу в вагоне поезда. Перестрелка произошла во время плановой проверки поезда М-Трак в городе Туссон, штат Аризона, на наличие оружия, наркотиков и крупных сумм денег. Двое подозрительных людей находились на втором уровне следовавшего в Техас поезда. Один из них был задержан полицейскими, но второй, латиноамериканец, достал оружие и открыл огонь. Поезд пришлось брать штурмом. В результате завязавшейся перестрелки один из офицеров управления по борьбе с наркотиками погиб, второй получил ранение. На помощь им попытался прийти патрульный с собакой, находившейся на станции, но получил легкое огнестрельное ранение, и ему пришлось отступить из поезда. Вооруженный преступник забаррикадировался в туалете поезда, позже он был найден мертвым с огнестрельными ранениями. Его соучастник задержан и дает показания. В момент происшествия в поезде находились 137 пассажиров и 11 человек персонала. Людей эвакуировали. К вокзалу Тусона прибыло большое количество сотрудников полиции, медики и пожарные. Район происшествия был оцеплен. Компания Facebook согласилась выплатить до 14,25 миллиона долларов для урегулирования претензий федерального правительства о том, что компания дискриминировала американских работников. Жалобы были выдвинуты еще в последние дни правления экс-президента Дональда Трампа, когда Министерство юстиции подало иск против компании в декабре 2020 года, утверждая, что Facebook отказались набирать, рассматривать или нанимать квалифицированных американцев на тысячи должностей. Вместо этого, по словам прокуроров, компания предоставила эти рабочие места иностранным работникам, имеющим рабочие визы. Теперь Facebook должен заплатить 4,75 миллиона долларов правительству и до 9,5 миллиона долларов правомочным жертвам предполагаемой дискриминации со стороны Facebook, говорится в пресс-релизе. Напомню, что иск был подан в рамках усилий администрации Трампа заставить крупнейшие технологические компании из страны нанимать больше американцев. Перед этим администрация бывшего президента ужесточила требования для получения так называемой визы H-1B, популярной среди технологических компаний, нанимающих иностранцев, и повысила зарплату, которую компании должны платить работникам в рамках этой программы. А вот складские рабочие компании Amazon в Нью-Йорке подали очередное ходатайство о создании профсоюза. Это уже вторая попытка рабочих создать профсоюз в крупнейшем интернет-магазине мира. В апреле аналогичная попытка провалилась в сортировочном центре в Алабаме. На сегодняшний день собрано около 2000 подписей с просьбой рассмотреть ходатайство в Национальном управлении по производственным отношениям. Работники складов Amazon в Нью-Йорке требуют более высокой заработной платы, более безопасных условий, больничных дней и более продолжительного оплачиваемого отпуска. Руководство Amazon выступает против того, чтобы рабочие организовали свой профсоюз. Бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос слетал в космос, вернулся и сказал, спасибо, что вы за это заплатили. Это была пощечина всем, так что эта компания ставит прибыли выше людей. Они совершенно слетели с катушек. Мы видим, как наших коллег чуть ли не каждый день выносят на носилках, и мы хотим бороться за то, что мы по праву заслуживаем. Знаете, из-за продуктивности с нами обращаются как с числами, как с роботами. Это время технологий, свободное время, а нас буквально контролируют поставки, которые приносят прибыль. И совершенно не заботятся о нас, как о людях, не позволяют нам ходить в туалет, не позволяют нам иметь достаточно времени для этого, чтобы делать перерывы. Мы просто просим дать нам права человека. С 8 ноября в США начнут действовать новые правила въезда. В страну будут впускать иностранцев, получивших две дозы ковид-вакцины, признанной ВОЗ и Соединенных Штатов. При этом, как и раньше, также понадобится виза. Среди одобренных препаратов значатся Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Johnson & Johnson. А вот российская вакцина Sputnik V не входит в экстренный список ВОЗ, поэтому граждане, привитые ею, не будут допускаться на территорию Соединенных Штатов. То же самое касается и невакцинированных иностранцев. Исключение будет делаться только для маленьких детей. Кроме сертификата о вакцинации, въезжающие в страну должны будут предъявить и свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Американская гимнастка Симона Байлз заявила, что она все еще боится заниматься гимнастикой. Спортсменка с трудом сдерживала слезы на телешоу, когда рассказывала о своей продолжающейся борьбе с выполнением упражнений по гимнастике. Из-за чего она отказалась от участия в нескольких соревнованиях Олимпийских игр в Токио. Байлз теперь снова на ковре в качестве хедлайнера Gold Over America Tour с участием звездного состава гимнасток. Но она сказала, что выполняет только свое фирменное вольное упражнение и не выполняет никаких скручиваний в воздухе. Байлз назвала проблемы с психическим здоровьем, которые спровоцировали дезориентацию в воздухе во время соревнований в качестве причины ее ошеломляющего отказа от участия в нескольких соревнованиях в Токио после того, как она стала фаворитом и выиграла несколько золотых медалей. Эти проблемы остались и после Олимпийских игр. Любовь оказалась важнее титула. В Японии принцесса Мака вышла замуж за просто людина. Она познакомилась с Кеей Камура во время учебы в университете. Камура человек простого происхождения и брак с ним лишает Мака статуса члена императорской семьи. По японской традиции утрата этого статуса прерогатива женщины. Члены императорской семьи мужского пола сохраняют эту привилегию и в случае брака с женщинами неаристократического происхождения. Принцесса Мака – первый член императорской семьи, отказавшийся и от традиционной церемонии императорской свадьбы, и от значительной суммы денег – примерно полтора миллиона долларов, положенных японским принцессам при выходе замуж. Ожидается, что теперь пара переедет в Нью-Йорк, где Камура работает адвокатом. В прессе молодоженов немедленно сравнили с членами британской королевской семьи принцем Гарри и Меган Маркл, тоже оставившими королевский двор после свадьбы. Как и в случае с Меган Маркл, после объявления о грядущей свадьбе и приезда Камура в Японию, местная пресса пристально следила за каждым его шагом. В частности, его критиковали за неподобающую прическу, мол, человеку, вступающему в брак с японской принцессой, не положено собирать волосы в хвостик. Чемпионат по скоростному поеданию крабов состоялся в штате Флорида. Каждый участник должен был съесть до 25 крабовых клешней. Задача хоть и кажется легкой на первый взгляд, но заставляет потратить время, ведь клешни нужно еще и почистить. Тех, кто пропустил хотя бы одну клешню или отставлял слишком много мяса, судьи штрафовали на 30 секунд. В результате победителем стал 55-летний житель Майами Хуан Маллен. Он справился с морскими деликатесами за 14,5 минут. На самом деле Хуан вернул себе чемпионский титул 2017 года, тогда его рекорд составлял 12 минут 54 секунды. И на этом у меня все. Увидимся с вами в программе «Американский акцент» в воскресенье вечером на RTN. А я желаю вам всего доброго и до свидания.